Денис Добряков Проблем прошел, действительно отопительный сезон закончился, заканчивается он с наступлением нормативной температуры в среднесуточной, она должна быть в течение пяти суток выше чем 8 градусов, это прописано федеральным законодательством и мы этому следуем. Значит, буквально на днях был подписан приказ губернатора об окончании отопительного сезона, котельные остановлены, то есть мы приступаем по сути к подготовке, сразу же с первого же дня приступаем к подготовке следующего отопительного сезона осенне-зимнего периода 15-16 годов. Так сказать, не теряя времени. У нас нет для этого времени, потому что в течение этого отопительного сезона должны быть подготовлены, я вам скажу больше, даже реконструированы часть котельных. Это должны быть переложены, ну, по мере возможности, опять же, по мере имеющихся у нас у города средств, переложены сети, по которым теплоноситель подается в наши дома, значит, должны быть отремонтированы и проверены внутри домовые сети. Это уже должны заниматься управляющие компании. То есть у нас начинается самый горячий период, по сути, подготовки всех систем отопления, начиная от котельных и заканчивая внутри домовыми сетями, то есть потребителям. Кстати, вы упомянули про внутри домовые сети, вот с внедрением управляющих компаний, как изменилась ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве именно с обслуживанием сетей? Вопрос очень больной, непростой, непростой, особенно для севастопольцев. До, буквально до 15-го года внутри домовые сети были, находились на балансе теплоснабжающей организации. Вообще ресурсоснабжающей организации, может, у водоканала также внутри домовые сети были на балансе. В связи с переходом на правовое поле Российской Федерации, ответственность за внутри домовые сети должен осуществлять собственник жилья. Собственник жилья осуществляет уход обслуживания внутри домовых сетей с помощью той организации, которую они приняли на обслуживание своим многоквартирным домом. То есть в данном случае это или управляющая компания, или ТСЖ, или непосредственное управление. То есть с 2015 года ответственность за содержание внутри домовых сетей ложится на собственников жилья. Это не значит, что надо все пугаться и сказать, что вот все, нас бросили и не обслуживать. Нет, на самом деле содержание внутри домовых сетей, оно и было включено в плату за жилье, в коммунальные услуги. Просто эта плата уходила на ресурсоснабжающую организацию. Теперь полномочия и обязанность по обслуживанию внутри домовых сетей возложены на управляющей компании. То есть по сути собственник платит те же деньги, но другому контрагенту, скажем так, который обязан это делать. Поэтому особое внимание хочу обратить жителей на отношения со своими управляющими компаниями. Они могут исполнять эти полномочия, эти обязанности только в том случае, если они получают платежи за коммунальные услуги в полном объеме. То есть здесь возникает еще одна сторона договора управляющей компании, которые обязаны исполнять свои полномочия по обслуживанию квартирного дома в связи с договором. Но при этом она, конечно, должна получать в полном объеме плату за это обслуживание. Что касается сетей жилищно-коммунального хозяйства, я имею в виду водопроводы, теплоснабжения, насколько они сегодня изношены и вообще планируется в 2015 году замена их? — Ну, я еще раз хочу сказать, что внутри домовые сети — это ответственность управляющей компании. И, значит, проблема их текущего ремонта, я говорю не капитального, а текущего ремонта — это проблема и обязанность управляющей компании. На самом деле собственника посредством управляющей компании. А вот обязанность по содержанию магистральных сетей и котельных — это, конечно, теплоснабжающая организация. Здесь нам с вами помогает, в этом году очень сильно помогает федерация, то есть вся страна. — Насколько сильно? — Вы знаете, сумму, наверное, я сейчас... — Ну, суммы можно приблизительно, на самом деле. — На самом деле это миллионы рублей много. Да, вот я хочу сказать, что мы в этом году будем реконструировать шесть котельных за счет федеральной целевой программы. То есть у нас по плану стоит разукрупнение Камышевской котельной, очень большой, да, неэффективной, с целью уменьшения потерь на передачу этой тепловой энергии от единой большой котельной на шесть котельных других. То есть мы реконструируем шесть центральных тепловых пунктов в котельные, и за счет этого мы получаем меньшие потери на транспортных расходах от большой вот такой вот укрупненной котельной. Это большая работа, и я думаю, что в следующем году она даст ощутимый эффект по экономическому состоянию теплоэнерго, теплоэнергетического комплекса. Деньги, я еще раз хочу сказать, это федеральные, и исполнение по реконструкции начинается с момента поступления в федеральный делник по федеральной целевой программе. Я думаю, что мы уже где-то в июне приступим к этой реконструкции. — То есть можно сказать, ближайшие пару месяцев? — По всем прогнозам, и финансовым прогнозам, и по прогнозам Минстроя, мы в июне уже должны приступить к этим работам. — Еще один вопрос, который волнует севастопольцев, это кровли. Планируется ли в 2015 году их реконструкция? — То же самое я хочу сказать, что в этом году очень большой объем финансирования идет именно за счет фонда содействия ЖКХ. Это фонд государственный, и во всей стране уже применена так называемая накопительная система капитального ремонта. У нас эта система будет применяться только с 2016 года. Я позже об этом скажу. Тем не менее, капитальный ремонт домов осуществляться будет по сути весь за счет федеральных средств. Для Севастополя в этом году выделяется 850 миллионов рублей. Это очень большая сумма. И по кровлям будет запланировано порядка 400 миллионов рублей. Мы будем ремонтировать на эту сумму порядка 350 кровель. Объекты уже определены, они показаны депутатам, согласованы с ЗАГС Собранием. Перечень известен. И как только суммы, которые федерация нам планирует и подтверждает, будут переведены у нас, мы этот список опубликуем для того, чтобы сейчас просто не вводить в заблуждение жителей. То есть мы должны четко отчитываться за каждый объект, который профинансирован из федерации. Вот. Что хочу сказать. Это действительно очень серьезная помощь. И она не будет ограничиваться 2015 годом. Насколько мы говорили с Минстроем, значит, с Министерством финансов, эта помощь будет продолжаться и в 2016 году. Но в 2016 году мы с вами вступаем, опять же, в следующий наш этап по капитальному ремонту. И мы с вами становимся полноправными участниками, значит, закона о накопительной системе капитального ремонта. Вот что собой представляет? То есть с 2016 года мы все, ну, Севастополь и Крым, да, мы будем обязаны производить отчисления на капитальный ремонт, значит, занимаемого нами нашей собственности, квартир. Пока в определенном размере 5,86 рублей с квадратного метра. То есть мы с вами будем платить в региональный фонд, то есть создается региональный фонд накопления, да, некий котел, вот. И мы сюда платим, значит, вот эти отчисления, а потом определяется актуализированный план, да, капитального ремонта на год, на 3 года и на 30 лет. То есть на 30 лет определяются все дома в Севастополе, которые подлежат капиталу, все по очередности капитального ремонта. На год определяются самые аварийные, самые разрушенные, на 3 года, ну и так далее, и так далее. То есть прописывается... То есть опять же там уже логистика идет. Ну, по сути прописывается от самого, актуализированная программа от самого проблемного фонда. И первые должны исполняться как раз самые разрушенные здания. Честно скажу, что этот закон был воспринят во многих регионах и многими людьми, ну, скажем так, в штыки, пока люди не поняли и не разобрали, что действительно именно так можно отремонтировать большую часть, а в конечном итоге весь фонд. Если мы не будем иметь весь жилищный фонд, если мы не будем иметь источники финансирования своего жилья, ну, значит, оно будет разрушаться. То есть оно будет приходить... Сразу хочу сказать, что у нас будут возможности выбирать варианты накопления или в общем котле, или специализированный фонд. То есть мы можем для каждого дома, жители могут принять решение о специальном счете накопления. То есть жители могут сказать, мы накапливаем только на свой дом. Пожалуйста. Но только в этом случае вы должны понимать, что... И средства поступят на ремонт только из тех... И средства только из тех карманов, которые живут в этом доме. Как говорится, выбор ваш. Выбор ваш. Или можно отдавать в общий котел, а потом распределить... Ну, а потом это, значит, очередность устанавливать в зависимости от степени износа. У каждого там будут свои интересы, я говорю, право выбора будет именно у собственников жилья. Что касается отселения из аварийного жилья, на сегодняшний момент какова ситуация? Каковы планы? Значит, аварийное жилье тоже у нас определено график отселения. Значит, дома аварийные выбраны. Средства, опять же, федеральные. Сумма пока подтверждается 330 миллионов рублей на Севастополь. И по мере поступления этих средств мы начинаем закупать готовые квартиры, готовое жилье для людей, которые подлежат расселению по определению их жилье как аварийное. В этом году мы расселяем готовые квартиры и, соответственно, на 2016 год делаем задел для того, чтобы уже построить дома, в которых будут предусмотрены квартиры под расселение аварийных. Что касается земельных участков, которые высвободятся вот под этими аварийными домами, там планируется строительство? Это один из вариантов, и мы предлагаем инвесторам такие варианты, что если вы приходите на этот земельный участок, то вы обеспечиваете расселение аварийных домов за счет вновь вводимых здесь построек. То есть это нормальная практика, и она прописана в инвестсоглашениях с застройщиками. Такой вариант тоже может быть, хотя может быть и другой. Что касается дорог, их состояния, планы? Знаю, что вопрос не тот, который можно обсудить за пару минут, которые остались у нас. Да, безусловно, это одна, может быть, даже сейчас первая проблема в городе Севастополе – дороги и мусор. Да. Да, и я прекрасно понимаю степень ответственности, когда я говорю, что да, мы выполним те обязательства, которые говорили. Мало того, мы, если севастопольцы заметили, мы все-таки начали, и начали уже активно проводить ямочный ремонт в рамках тех средств, которые есть в нашем бюджете. Основной ремонт и основные затраты по капитальному ремонту и ремонту дорожной сети, опять же, будут выполняться за счет федеральных средств. Так вот, в этом году предусматривается 305 миллионов на капитальный ремонт дорог из городского бюджета, на содержание дорог 150 миллионов, содержание в том числе и ямочный ремонт, ремонт картами. И по федеральной целевой программе, федеральными средствами будут оплачены федеральные дороги, это порт Камышевая бухта и проектно-сменятная документация на Ялтинскую дорогу. Здесь сумма тоже 300 миллионов рублей. Что касается мусора, об этом мы поговорим уже в следующей программе, о борьбе с мусором. Мы готовы, не боимся. Хорошо, договорились. Вы смотрели программу «Акцент», извините, в контексте эфир же информационного канала «Севастополя» продолжается. Не переключайтесь.